Привет-привет всем! Для тех, кто хочет сэкономить на покупке смартфона, Алиэкспресс это лучший вариант. Иногда бывает, что радость от нового телефона заканчивается скоро. А еще бывает, что покупатель вообще не получает то, за что он заплатил. Мощенников хватает везде. Администрация Алиэкспресс активно с ним борется. Но если мы будем знать некоторые нюансы при покупке, Тогда с большой вероятностью разочарование нам не будет ожидаться. Как говорится, переженного круг бережет. Следуйте моим инструкциям, и у вас есть шанс с большой вероятностью Обезопасить себя от неудачной покупки. Перед покупкой надо обязательно проверить, надежен ли продавец. Посмотрите на его рейтинг. Почитайте отзывы, поперясните, давно ли он занимается продажей гаджетов. Можно все это повторить вместе со мной, или сделайте самостоятельно, это не важно. Главный тут принцип. У меня внизу есть генерирование ссылки, по которым я сам покупаю на Алиэкспресс. Переходим и вбиваем в поисковую форму название телефона, который мы хотим купить. Отсортируем по заказам и определяем, у какого продавца самые большие продажи. Так, определились и видят, что у этого продавца самые большие продажи. Почему? Потому что многие предпочитают покупать у этого продавца. У него самая низкая цена, или по каким-то критериям покупатели считают, что он самый надежный продавец. На что мы должны обратить дальше внимание? Чего мы должны опасаться при покупке? Первое. Это отсутствие глобальной прощипки. Ищем название или описание телефона перед покупкой информацию о наличии глобальной прощипки. Если таких сведений не нашли, лучше присматриваться к другой модели. Так, например, у этого телефона прямо в названии написано, что глобальная прощипка есть. А у этого телефона в названии не написано. Но в описании можно увидеть, что русский язык в прощипке присутствует. Но нету испанского языка. Испанский язык нам ни к чему не нужен. Второе. Неизвестные китайские бренды тоже желательно обойти. Приобретая телефоны марки в Xiaomi, Samsung, Huawei или других известных брендов, покупатель может быть более или менее уверен в том, что гаджет будет работать хорошо. Третье. Восстановление гаджеты премиум-сегмента тоже не рекомендуется. Нередко на Алиэкспресс продавцы предлагают, скажем, iPhone 8 за какие-то 8-10 тысяч рублей. При этом пишут, что гаджет оригинальный. Прошивка глобальная. Та и рейтинг у продавца довольно высокий. Но так тешево обычно стоят восстановления. Вот ремонтирование телефонов известных брендов. Четвертое. На что мы должны обратиться еще внимание. Проблемы с карантинным обслуживанием. Телефон та же самая качественная модель известного производителя может вести из строя. В случае покупки телефона в российском магазине почти всем дают карантин на какой-то срок. А вот со смартфоном и с Алиэкспресс дело обстоит сложнее. Основном не дают гарантию или некоторые предлагают карантинное обслуживание за отдельную плату. Эту информацию нужно уточнить при покупке телефона в описании. Если про гарантию ничего не написано, значит гарантию вы не получите. Пятый. Это доставка. 101% из гарантий все-таки не существует, что вы получите свой смартфон. При покупке должны обратить внимание, какой максимальный срок доставки у продавца и следить в течение этого времени. Если при источении этого времени вы не получите ваш товар, сразу нужно открыть спор. Есть такая кнопка в вашем кабинете. Продавец разберется или не разберется и через несколько дней Алиэкспресс автоматически вернет вам деньги. Следуйте за этими правилами и без большой вероятности курсовцы с очищением от нежелательной покупки. Скоррелирование сети на телефоне и магазине из Китая вы можете найти внизу под видео. Следуя по ним, вы можете осуществить безопасные покупки. Удачи вам! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...